Он пробыл на посту главы Курска два с половиной года. Виктор Карамышев принял предложенную Романом Старовойтом должность замгубернатора и досрочно сложил с себя полномочия мэра. Но, по его словам, осталось еще много незавершенных в городе дел. Например, по замене многострадальных ливневок и теплосетей. На вопрос депутатов, планирует ли Виктор Карамышев контролировать эти проекты в дальнейшем, ответил, по долгу новой службы в дела города вмешиваться он не может. Но дружеское плечо к будущему коллеге подставить готов. По программе «Тысячелетие города Курска» до 1932 года мы должны построить на территории города Курска 52 социальных объекта. И это будет строиться при, естественно, полной поддержке администрации области. А так как объекты социальные, придется также этот вопрос курировать, взаимодействовать, помогать. Так что, в любом случае, кто бы не был главой у города Курска, в том числе и на мою помощь он может рассчитывать. Исполняющим обязанности главы города временно стал первый зам Николай Цибин. Депутаты рассмотрели ряд других важных вопросов. Например, передача муниципального транспорта в распоряжение области. По словам специалистов, сейчас этот актив приносит городу лишь убытки. В 2021 году на организацию перевозок в бюджет заложили больше 200 миллионов рублей. Ни подвижной состав не в состоянии куряне купить за счет только городского бюджета. Поэтому сегодня для того, чтобы шло развитие, чтобы мы могли приобретать, могли не иметь и сдержек серьезных в транспортной отрасли. Все это требует совместной работы. Ну, а для курян это только дополнительные плюсы. Три земельных участка на Плевицкой и Дереглазово тоже перешли в собственность области. Там появятся новые школы на условиях софинансирования из федерального бюджета. Напротив, участок земли в юго-западном районе отошел к городу. На нем возведут школу на 1600 мест. Мария Косова, Сергей Малеев. События дня.